Каминный запах И убеждение себя в необходимости действия В моем случае это писать Все остальное заставляет меня совершать усилия И приспосабливаться к ситуации Новогодний зарок Тесть и теща бросили курить Поколение 68 уходит в почетные пенсионеры Не получится ли с покупкой посудомоечной машины Так же как с бросанием курить Внезапно высвободившаяся энергия С которой не знаешь что делать Люди пишут иероглифами Время дождями и ветром из пустыни Корзай С началом каждой следующей династии Смысл древних иероглифов меняется По прошествии ее утрачивается целиком Затем блистает первоначальной ясностью И опять пропадает Тогда люди обращаются к знакам времени И возникает новая словесность Из знаков оставленных дождями Поэзия Из знаков оставленных ветром Пророчество Из знаков оставленных гигантскими муравьями Медицинские предписания Дающие прозу В разных французских городах Можно увидеть мемориальные доски Установленные безымянными остроумцами Текст на них примерно одинаков Здесь Указание даты взятой от фонаря Не произошло ровным счетом ничего Вот места в которых следует искать вдохновение писателя Наша работа заключается в выявлении события там Где оно незаметно окружающим И главным таким событием Постоянно стирающимся восприятием Является сам факт человеческого существования Ничего не случается Случается ничего Местоимение превращается в существительное Так начинается проза Перечень интересов сообщества Ленту Автоответчик Андрей Синявский Когда очень опаздываешь Хорошо слегка замедлить шаг Антонина Живаго Архаичные средства передвижения Монгольфьер Собачья тяга Побаливаем Пасемся на границе простуды Делая по шашку то туда то сюда Шарфы, свитера, чаи Белые валенки, присланные из Москвы Слово дня Фармацевтика хитрая наука Не об одном из лекарств Принятых за пять десятков лет Я не могу с уверенностью сказать Что оно мне помогло Помогает сон Но его в аптеках не продают Продают снотворное Круг замыкается Жена просит накрепко запирать кухонную дверь Когда делает майонез Что общего между приготовлением майонеза И лечением от простуды Малейший сквозняк И все на сморку Новые смыслы создавать трудно Прочтешь или напишешь И все ясно на десять страниц вперед На пятнадцать страниц вперед На шестьдесят страниц вперед С примечаниями Литературная рецептура По испытанным рецептам Машинным способом Пекутся в англосаксонских странах Толстые книжки С непоколебимой семейственностью И счастливым концом А во Франции Книжки потоньше С прелюбодеянием И драматической развязкой Владимир Вейдле Умирание искусства Составляя медицинское предписание Указывай название трав Виды сушеного помета Последовательность помещения Их в котел с кипящей водой Этого достаточно для прозы Претендующий на большее Самозванец среди лекарей Перечень интересов Сообщества Лента Зимний лиственный лес По сути сродни моргу Та же предельная Обнаженность тел Лишенных жизни Там люди Здесь деревья Но если из морга Ужас выталкивает тебя наружу То лесная прогулка Вводит в медитацию Которая оборачивается Дремой И вновь погружением в мысли Китайская письменность Зимняя письменность Голые силуэты деревьев Выдуманные иероглифы Ван Гога Обрамляющие его подражания Хиросиге Похожи на городошные фигурки Долго выписывать А потом метать биту И смотреть, что получится Как лягут рюхи Статусе начинающего писателя Следует оставаться Как можно дольше Стоит даже отпечатать Визитные карточки С указанием имени И родозанятий Начинающий писатель Много Не менее тысячи Чтобы хватило надолго Все к ней обязательно выйдут И даже придется отказывать Издателям На просьбу Дать чего-нибудь новенького Но вот той Незаинтересованной любви К белому листу Не будет больше никогда Обедал с человеком По фамилии Бизаро Диас Возможно ли после этого Иные филологические удивления? Идзин 64 гексограммы 8 на 8 Две восьмерти Наложенные друг на друга Пропеллеры жизни Шестилиния Ужимающие Кажущиеся Богатства Жизненных ситуаций До сравнительно Небольшого числа Поучительно Для человеческой гордыни Перечень интересов Сообщества Лента Образ литератора С блокнотиком Ищущего Публичного одиночества Всегда вызывал У меня Недоумение Писать в парке Или кафе Я не мог Никогда Когда я пишу То напоминаю себе Беременную кошку Лежать Принимать покойные позы Заботясь о том Чтобы долгие роды Были как можно Менее болезненными Прятаться Жить в тайне Следить за тем Как растет вьюн на гараже Бросая взгляд в окно Выходящее на задний двор Особенно Когда земля обнажилась И не укрыта снегом А воздух стоит Как цапля Заснувшая на одной ноге Сны цапля вьюне О его вечной зелени О том Когда он покроет Стену из серых пеноблоков И завершит Возведение пейзажа Я приехал во Францию Московским поездом На Парижский северный вокзал Прошло 20 лет И я возвращаюсь С работы домой электричкой С того же Северного вокзала Пикардийское предсевелье Далее Реон Север Падакале Осенью и зимой Вечные белесые сумерти Снег редкость Обычные дожди Но все равно Грозное уведомление Winter is coming Из игры престолов Воспринимается здесь По существу Париж кажется Отсюда Южным Средиземноморским Городом Говором Городом Словесной игры Пари Кампари Пампарито А у нас Если не лес То километровые Свекольные поля Что важно Для пришлого Любителя борща Сырую свеклу В французском магазине Купить невозможно Наш дом В одной улице От леса Поэтому обычный Приемник Ничего толком Не ловит Все в округе Ставят интернет радио Оно кажется Такой же неотъемлемой Составляющей кухни Как плита Духовка Холодильник Интернет радио Расширяет кругозор Заставляя копаться В перечне Тысячи радиостанций Неведомых Обычному пользователю Пикардистей жителей Я, однако Включаю чаще всего две Бомбистей бит И боссонский канал Ранний В смысле старинный Музыки Общего у них Разве что бы Но мне подходит Однажды написать Рассказы о том, как Отец проживает Вторую жизнь Взрослее Вместе с сыном Влюбленные Русский и француженка Не зная языка Друг друга Общаются На воображаемых Русском И французском Вьетнамский ресторан На Прямофтарской улочке Зашел съесть суп Съев Похвалил Седам в рей фоу Официант Посмотрел на меня Вежливо Но без понимания Русский Каламбурящий По французски В разговоре с вьетнамцем Вечно меня несет Потомки Несомненно будут Смеяться Над нашей эпохой В которую Все больше и больше Людей на западе Принимают И не без определенного Энтузиазма Восточную веру В перерождение Тогда как Сами жители Востока Видят в нем Проклятие Патрис Ван Эрсель Смысл этого проклятия В повторяемости Страданий Обусловленных Дурной кармой В неисчислимости Перерождений Причем Не обязательно В человеческом теле Но и животном Или растительном Для западного Же человека Метампсихоз Представляет собой Умственную возможность Ускользнуть От загробной Пустоты Атеизма Или избежать Радикальности Христианства С его верой В одну единственную Жизнь И последующий Страшный суп Путанная надежда На постоянство Эго Матью Рикар Доктор биологии И монах Личный переводчик Далай-Лам Новые старые Словесности Не противостоят Друг другу Но образуют Целое Остальное Написанное Сверху вниз Стремится Походить На династические Девизы И потому Не обладает Самостоятельным Смыслом Перечень интересов Сообщества Лентол Гейши Глашка Белья Это экзотично Но не особенно Эротично Уильям Арнольд Постинтеллектуальный Кинокритик Из Сиэтла О фильме Воспоминания Гейши Роба Маршалла По одноименному Роману Артуру Голдена Такой же Безотчетной Скрытой Эротикой Пропитаны Многие Страницы Доктора Живаго В которых Любовная Энергия Как бы Перенесена На окружающий Мир И выражается Скажем В глажении Белья Или совместном Вытряхивании Ковров Мишелю Кутюрье Пол И пошлость Тема Пола У Пастернак Продолжение следует... Продолжение следует...